Посуду надо мыть, на туалет надо тратить, на туалет, к сожалению, уходит много воды, поэтому что, ну вот сейчас зима, там снег есть, вот мы как, что мы делаем, то есть я вот собираю площадок, кстати, с дороги, вот так вот, вот, тем не менее, вот, этот снег не чистый, то есть он у нас все пропадает, вот такой-то там, ну так вот я беру, несу это все домой, и вот в детскую ванночку, вот так вот я высыпаю снег, и эту воду мы используем для туалета, примерно 6 бутылок в день уходит на умывание, на мойку посуды, на готовку пищи. Вот на сегодняшний момент практически все вот эти дома, целый месяц мы уже находимся без воды. Причина простая, то есть здесь появился ТСЖ Долгий Буэрак, который просто из жителей вымогает денежные средства за подключение к водопроводу. В этом году, из-за того, что мы в свое время не участвовали, скажем, в ремонтных работах, нас требуют с каждого дома по 45 тысяч рублей за подключение к воде. Я житель деревни, моя фамилия Прохожев Виктор Валентинович, с 2000 года. И на протяжении этих лет, лет, я вам скажу одно, проводил кто трубу, колхоз, какое отношение имеет какие-то ТСЖ. Была у нас вода в 2000 году, текла у нас нормально, мы претензии не предъявляли. Стали появляться ТСЖ, и вот тут начались безобразия. Водопровод остался бесхозным, и все граждане просто здесь пользуются, как бы подключены к этому водопроводу, много лет платят за воду в местной ТСЖ, за речное, которое было организовано специально для того, чтобы поставлять воду в нашу деревню. Но в 2013 году прокуратура обратилась в суд для того, чтобы этот водопровод местная администрация Усть-Курдюмская взяла на баланс. Решение было принято еще в 2013 году, но вот сейчас 2020 год, и администрации Усть-Курдюма ничего не предпринято. И, соответственно, возникают всякие какие-то мутные сообщества, которые пытаются на этом нагреть денежные средства. Вот образовавшийся ТСЖ «Долгий буйрак», я считаю как раз такой организацией, которая пытается здесь граждан собирать деньги за подключение воды, за использование воды. Наш дом был подключен к воде еще в 2009 году через ТСЖ «Заречное». Мы исправно платили за воду. В 2013 году здесь возник вопрос о том, что должны быть проведены ремонтные работы, и каждый дом, по идее, должен участвовать в проведении этих ремонтных работ. Я был на этом собрании, те люди, которые выступали за сбор денежных средств, я сказал, что те денежные средства, которые вы хотите собрать, а это 30 тысяч рублей с каждого дома, все это понятно и хорошо. Но хотелось бы ознакомиться с какими-то сметными работами, то есть где мы это делаем, что мы делаем, какие материалы мы используем. Все это не было предоставлено, вся деревня, в общем-то, она будоражила от сборов этих денежных средств. С 30 тысяч рублей цена упала до 18 тысяч рублей. Деньги собирали, просто приходил человек, значит, и говорил, вот вы сдаете, не сдаете, значит, выписывал, кому-то выписывал приходный орден, кому-то, так сказать, записывал в тетрадку. Ну, в общем, все это сделалось, на мой взгляд, именно для того, чтобы, так сказать, вот эту ответственность как можно больше замылить потом. Когда на улице у нас появилось все-таки больше жильцов, мы в складчину в прошлом году, в августе 19-го года, мы скинулись деньгами и восстановили этот водопровод, который нам был сломан в 13-м году. Мы начинаем пользоваться водой, мы за нее исправно платим, никаких проблем нет, но, значит, здесь появляется такой момент, что Новый Жилец, Тищенко Алексей, значит, платит Пескову за подключение к водопроводу 45 тысяч рублей. Это ТСЖ Заречное, правильно? Это ТСЖ Заречное, да. Все вроде бы понятно, он должен подключиться, ему указывают на подключение на его соседа, который напротив него живет, Ольхов Александр, и, по его словам, он требует с него еще 50 тысяч рублей. То есть, в итоге получается, что человек к бесхозному водопроводу должен заплатить 95 тысяч рублей, чтобы пользоваться водой. Его это возмущает. Соответственно, в то же время ко мне приезжает Песков и говорит, что у вас вот есть своя ветка, вы пользуетесь водой, дайте, пожалуйста, бесплатное подключение вот к этому человеку, к Тищенко Алексею, то есть для того, чтобы он мог пользоваться водой. Потому что у Ольхова, у него тоже своя ветка, но вот он просит денег. Поясните, что такое Ольхов, пожалуйста. Ну, Ольхов, это наш сосед, бывший сотрудник полиции. Мы Тищенко Алексею даем подключиться к водопроводу. При этом позже он мне рассказывает, что у него произошел, в общем-то, такой неприятный разговор, где Ольхов, Александр, ему угрожал, что вы все равно этой водой пользоваться не будете. И ровно после этого разговора, через неделю, неизвестные лица у нас в колодце, в дальнем колодце, ломают нам весь водопровод. То есть, все это срезается, все наши, так сказать, все подсоединения от центрального водопровода, все это исчезает. То есть, это просто воруют. Мы вызываем полицию. Ну, полиция, в принципе, приезжает, делает съемку, там, задает вопросы, какие у нас, с кем были какие ссоры, там, какие подозрения. Мы, как бы, все это дело высказали. Что мы делаем? Мы нанимаем фирму, и за 32 тысячи рублей мы восстанавливаем этот колодец, и у нас опять вода. За свой счет. За свой счет, да. И тут проходит буквально два дня, ко мне приезжает, значит, прям приезжает Ольхов на своей машине, с ним там еще два человека. Приезжает Тугушев Руслан, с ним тоже там еще один или два человека. Они выходят из машины, я как раз здесь работал около двора, подходят и говорят, что вы, все вот наши дома, мы имеем незаконное подключение к водопроводу. Они представляются инициативной группой ТСЖ Долгий Буэрак, предлагают, дают мне бумагу, в которой я должен расписаться. Там написано о том, что они представители ТСЖ Долгий Буэрак, собственно говоря, да, и они мне сообщают о том, что они собираются меня отключать от водопровода. Я им говорю, а кто вы вообще такие? Какие у вас законные права? Где подпись? Где печать на этом документе? Где мой экземпляр этого документа? Вот. Они вообще просто посмеялись нагло. Они просто нагло посмеялись. Ты тут ничего не знаешь, и мы просто тебе говорим, что мы сейчас вас опять отключаем. То есть они осознаются о том, что, получается, и в 13-м году они ломали водопровод, сейчас они опять нам ночью ломали водопровод. И прямо среди бела дня они подъезжают к этому дальнему водопроводу, к нашему колодцу, и все там опять ломают. Мы, значит, опять обращаемся в полицию. Ваши претензии переданы в администрацию Усть-Курдюмского муниципального образования. Езжайте туда, разбирайтесь. Хорошо. Сразу же, собственно говоря, в понедельник мы приезжаем к Жаднову в администрацию и подаем ему заявление о том, что кто такие ТСЖ Долгий Бурак. Дать правовую оценку их действиям. То есть насколько вообще вправе они действовать подобным образом. Разъяснить нас, на каком основании они собирают деньги. И самый главный вопрос, кому принадлежит водопровод на сегодняшний день в деревне. А Жаднов нам предоставил ответ всего на практически, скажем так, тут несколько строчек написано, в которых он пишет, что водопровод является бесхозным, то есть он никому не принадлежит. Поставщиком воды на территорию населенного пункта является ТСЖ Долгий Бурак. Это вранье. То есть никаких договоров на поставку воду у ТСЖ Долгий Бурак нет сюда. Почему я так говорю? Ну потому что я разговаривал с учредителем ТСЖ Заречное, которому мы платим за воду. Он сказал, что у них только договор на поставку воды. У нас есть ответ от прокуратуры от 23 ноября этого года, в котором они пишут, что ТСЖ Заречное в настоящее время осуществляет возмездный отпуск технической воды по договору с ПАУ Т+. Дальше Жаднов пишет, что у вас нет договора с ТСЖ Долгий Бурак на поставку воды, а у нас его и не должно с ними быть, потому что они никто номинально. Ну, собственно говоря, и все. По остальным вопросам вы, так сказать, обращайтесь в МВД. Да, и в ТСЖ Долгий Бурак. Мы написали письмо в администрацию Усть-Курдюма, мы обратились в областную прокуратуру, мы обратились в Роспотребнадзор, мы обратились в Комитет по правам человека в Саратовской области. Ну, на сегодняшний момент пока ответы только с двух организаций. Вот, значит, адвокат, к которому мы тоже обратились по этому вопросу, он сказал, что здесь как минимум самоуправство, но может быть даже и мошенничество, потому что эти люди, по сути, из вас вымогают денежные средства за подключение воды, которые они не имеют права законных брать. Я являюсь инвалидом второй группы, не по старости, а по инвалидности, то есть я имею, имел, не имел, а на самом деле воевал два с половиной года в Афганистане, орден мужества есть. Это раз. Второй, принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльский АЭС два с половиной года. Первым был там, я как щимик сам по себе, я там находился там, я получил много-много бариков на себе. На основании этих законов меня отключает вода, ну мы на одной линии сидим, отключают, на каком основании, на каком праве и в невыполнении решения суда, и как я инвалид, я инвалид на самом деле, он на мне сейчас до сих пор в барике находится, выламывает нам трубу. Вот это обрезки труб, их не принес прохожий Виктор Валентинович. Значит, когда вот полицию мы подали заявление, что все наши трубы срезаны и украдены, значит, эти вот, эти люди или нелюди, вот они, эти куски срезанных труб наших, они ему подбросили через забор, он принес мне. Вот, 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 все это, видите, как это все срезано, все это сломано специально, чтобы мы ничего восстановить не могли. То есть это все сделано. По факту это даже не все, это только чай. Вот, видите, как все это срезано грубо. Было срезано вот так вот, прям по стенку, по стенку. И там еще в одной трубе даже был забит деревянный чопик.